здравствуйте дорогие друзья на канале светлана и воде сад ну что обзор садом начале июня начале лета я сделала теперь хочу сделать обзор огорода то есть овощной части своего великого государства здесь есть какие-то неудачи и удачи что-то радует что-то нет тоже не буду долго вас утомлять потому что длинное видео никто не смотрит поэтому покажу только часть огорода я уже показывал что вот эта дорожка ведущая в огород тоже цветы на ней растут слева и справа различные чтобы вот именно дорожку было видно в огород здесь вот такие три грядочки маленькие перед теплицей все-таки планируем поставить вот это в продолжение вот этой теплицы сюда чтобы все-таки вот эти грядки ну отсюда снять потому что вот эти маленькие три грядочки они не несут какой-то там хороший такой роли только путаница поэтому вот такие планы впереди может быть на осень или на весну что-то надо придумать с ними а сейчас пока на эти грядках что находится я вам уже показывала тоже клубника вернее земляника елизавета вторая ремонтантная вот она у меня долго сидела под укрытием чтобы пораньше полакомиться и потом я снова поставлю это укрытие чтобы попозже полакомиться и два сорта два кустика другой земляники рима рима называть тоже ремонтанты а там мелкоплодная клубника александрия вот ну и между ними чтобы не пустовала земля насажен лук который мы сейчас выдергиваем и употребляем в пищу вот еще даже не можем сесть потому что лук у меня во многих местах не все так гладко вот я говорила о неудачах происходит с луком который высажен рассадой вот это лук оксибишем не все гладко потому что лук начал болеть пераноспорозом это страшное заболевание и у лука и у огурцов наверное у других культур у лука уже третий год вот это заболевание пока она вот только на луке из рассады вот это вот оксибишем чувствует себя вот так вот развивается телу те вот экземпляры на которых я вижу болезнь они такие вялые увядают я их всех вырвала и выкинула поэтому он такой вот теперь редкий редкий становится но их себе шин еще куда не шло здесь мало совсем я выкинула а вот например запорожский шалот проведился достаточно хорошо ну что делать теперь сюда просто буду подсаживать скоро я посею капусту там кальраби капусту наверное брокколи для уже зимнего хранения поэтому может быть там укроп редиску салаты то есть есть всегда что подсадить и я последние годы сажаю это неоднократно чтобы у меня был кругооборот такой поэтому ну что вот так и вот этот лук тоже 3 рядочка тоже из семян даже забыла название расстройства этого лука тоже сильно болел вот здесь я уже редиску посадила в междуряди вот она там уже всходит жрут ее сейчас просто мушка очень сильно лук я уже прям посыпала посыпала золой пока химичить не могу только удалила такие плохие экземпляры хорошо что сейчас жаркая очень погода и эта болезнь как бы приостановилась развитие не пошло дальше что говорила вам вдоль дорожки вот цветут цветочки красавицы просто аквилегии тут уже что-то отвело и рис и какие-то начинают потом флоксы и остильбы вот так вдоль дорожки ну пойдемте в теплицу теперь посмотрим есть еще вот было куплено 6 кустиков клубники сорта зенга зингана поэтому она тоже не на месте хочу развести вот этот и новый сорт а здесь вот немножко такой пряный огородик здесь мята перечная вот это вот мята шоколадные ребята она так пахнет вот кто ел шоколадки из финляндии которые пахнут шоколадом и ментолом вот у этой мяты такой запах я терпеть не могу мяту но вот эту шоколадную ем ну и ем да просто употребляю с чаем и на зимние чаи я ее покупала у меня был хороший кустик но она плохо зимует я давала одной своей знакомой у меня она умерла у знакомой выжил и теперь эта знакомая поделилась моим подарочком уже со мной вот видите как хорошо делиться а это змей головник всех призываю сажать змей головник это турецкая мелиса очень красиво цветет с синенькими такими шишечками имеет вкус и запах для чая намного лучше чем мелиса лимонная которую мы все вроде как привыкли а змей головник намного приятнее даже и красиво цветет и сушу его в чай вот змей головник я обожаю кто найдет пакетики дешево стоит почему-то внимание на него обращают мало очень красиво и даже если его высушить зимних букетиков вот эти вот синенькие такие сильные матые цветочки смотрятся великолепно но это так отступил от темы но все равно надо все показать теперь теплица вот только что закрыла дверь сами понимаете жара у нас как и везде несу светная сейчас вечер вечер температура 27 только закрыла дверь для того чтобы снять все таки вот эту сильную жару чтобы пыльца не стала стерильной я два раза в день прям вот вот сюда выливаю два ведра воды в каждую дорожку большую теплицу даже три ведра воды влажность все равно не стоит все это выветривается но зато реально работает этот метод и понижает температуру намного легче теплицы происходят дела ну что я уже говорила вот с этой стороны помидоры были посажены значительно позже чем другой теплицы и на рассаду они были позже посажены и в теплицу потому что и мне их выслала моя подписчица все новые вот тут сорта представлены для меня новые и вот так они были такие хилятики а теперь просто как на дрожжах растут видите только-только начинают цвести кто-то цветет завязывается ну это это мой сорт мазарини и вот здесь 7 палатинские очень крупные томаты должны быть ну и видно по ним и польский говяжий стейк и золото тети джерси и вова путин и кто еще там бочковой засол так терновский красный в общем вот но они здесь видите только-только в стадии цветения пошли так посмотрим на огурчики огурчики чувствуют себя великолепно конечно же мы кушаем вот какие хорошенькие огурчики завтра снимем опять урожай это вот кстати мне очень понравился этот сорт мурашка прям великолепный сорт недаром я огромный пакет его приобрела нечаянно это зазульки конечно мы их уже давно едим и едим огурцы с 23 мая вот там тоже мурашка здесь вот только вчера сняла ну вот вот они все есть 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 зазульки один только экземпляр вот этот лопухастый сумасшедшие лопухи листья ну просто я таких чего-то листьев огурца не бутила уже сто лет вот какие вот он у меня все в пустосветах только вот второй огурец на нем не знаю хотела его прищипнуть ну посмотрю вот из пазух идут вот там тоже есть огурчики вот на этом на этом мы тоже сняли так что с огурцами все хорошо видите немножко они приболели но еще раз повторяю второй год подряд триходерма работает и корневыми гнилями вследствие холодной дождливой противной погоды которая у нас до этого была справляется на ура ребята это уж проверено вот смотрите видите рыбку кушали мы вяреную жарко было пила пили честно вам скажу и вот такие остаточки рыбы можно кидать вот сюда для привлечения всех мух всяких опылителей потому что даже если огурцы партенокорпические которые завязывают без опыления свои огурчики но если там побывали шмели и пчелки журчалки жужжалки осы и так и все остальные насекомые даже простые мухи завязываемость огурцов намного больше то что мне пишут что огурцы желтеют вот эти завязи и опадают ну ребят не знаю даже с чем это связано я думаю что и с нехваткой каких-то микроэлементов или с чем-то еще одну запыляемостью естественно пока вот дверь широкая в теплицу я постоянно здесь вот что-нибудь подкладываю такое и сейчас вам покажу еще один препарат мало ли кто не заказывал еще на сайте цветочной мечты я заказала и выложила препарат в том обзоре в последнем его не показала вот такой препарат экологически чистый препарат натуральные вещества называется парфюмер для привлечения насекомых опылителей у меня как видите огурцы растут в парнике где он открыт практически всегда только первое время на ночь я закрываю а тем кто выращивает в теплицах все-таки привлечь насекомых особенно если вы выращиваете засолочные сорта которые опыляются насекомыми очень трудно я в парнике подсаживаю даже специальные цветы и настурцию и календулы я вам уже рассказывала для того чтобы желтые цветы все-таки привлекали вот этих насекомых а можно воспользоваться вот таким препаратом парфюмер ссылку дан где его покупала потому что первое время когда зацветут огурцы в парнике буду им пользоваться инструкция здесь есть останавливаться не буду обратите внимание чего только сейчас для нас не придумано так что вот теперь с этой стороны смотрим те томаты которые у меня должны быть ранними эксперимент мой не удался а я имею ввиду ну на сто процентов у не удался так как бы я хотела но в принципе томаты развиваются отлично великолепно вот висят кто-то уже белеет кто-то вот посмотрите сколько много завязей очень много все автоматиках это покоритель севера вот правда ранний хороший товарищ очень мне нравится пока по количеству по объему томатов он просто такой низкий вот весь там внизу кукла пока очень нравится дынюшка первые кисти не завязал сбросил сейчас пошел в рост активно цветет видите я прямо удалила сама даже эти кисти так там кто у меня там есть алексеевна томатики этот и другой сейчас покажу алексеевна тоже есть и крупненькие вот там в общем вот то есть такой ранний ранний эксперимент не удался но все равно на данном месте томаты мы будем кушать раньше чем других местах мне сейчас даже главное чтобы томаты выглядели очень здоровыми сильными и крепкими только это сможет вынести тут урожай который должен быть потому что если сейчас не кормить томаты они будут хелятиками но будут свисте они смогут выдать мне столько кистей сколько мне надо так вот на эти больные как муж называет томаты палка посмотрите это уже не палка это какая-то дубина вот она такая большая уже на полтора метра и только дала первую цветочную кисть я даже не удаляла вот эти вот пасынки ну дум пусть будут а это значительно меньше томатик под у него уже даже вторая цветочная кисть так смешно смотрите уже завязывает томаты вот такая палка сама за ней наблюдаю два томата ну в принципе вот посмотрим что же из этого больного томата в кавычках выйдет ну теперь пройдем другую теплицу во второй теплицы сейчас вечером 26 градусов тоже все видите поливали открывали ну что здесь томаты различные меня они честно говоря радуют потому поет потому что цветение хорошее сейчас вечером даже цветочки уже закрылись и томатики достаточно для начала июня хорошо завязываются ну что везде есть первая кисть вот и завязывается вторая третья цветет практически так на каждом томате первая кисть вторая третья зацветает ну что у других конечно больше и лучше может быть но у нас тепло только четвертый день а до этого был страшный холод я считаю что для такой погоды но и томаты ну в принципе хороши для меня лично не пока хороши видите на каждом все они разные цветут кто-то больше кто-то крупнее вот кто-то так дает вторая кисть третья кисть и здесь тоже вот там все везде томатики вдоль поликарбоната в один стебель ведь в один стебель я веду потому что по два в лунке первый ряд я веду в две головы вот две головы кто-то вот видите всех две головы пореже посаженных две головы нормально развиваются томаты потом я уж когда будет так реально виднее я вам покажу и расскажу какие сорта меня там привлекли а так вот все хорошо все цветут так может не видно но все цветут все завязывают все разные кто больше кто меньше вот все автоматика вот кто-то вон какой крупный просто не знаю кто это такой вот какой крупняк но один не знаю это как те раки ну со всех сторон вот видите все то есть я довольна пока томатами все нормально томатами выглядят они главное для меня как я уже сказала здоровыми крепкими мощными и мне это сейчас очень важно перцы мои смешнули все остальные перцы вы знаете я выкинула на помойку все заболели а вот эти пять смешных перцев были рано-рано у меня посажены и росли в моем теренке в достаточно таких правда по цветам но условия были таких холодноватые даже можно сказать для питоней это хороши а для перцев то не очень и вот эти пять перцев у меня и выжили вот теперь они вот тут с перцами но какие-то смешные они высоту не растут хотя здесь два сорта сорт один хаз булат а второй я не помню какой сорт но смешные но правда вот здесь стали опускаться вот но все равно высоту не растут вот этот один вдруг стал расти высоту чудо не надо а так сидят с перцами но не знаю в общем перцы такие какие-то вон кругляшки может быть какой-то сорт такой в общем но не везет мне с ними и даже как с этим бороться я не рассматриваю вот последние еще цветочки не вытащена у меня ну в на улицу это катарантусы ампельные их там у меня несколько штучек ну вот они пока я не вижу что были ампельные начинают свести в общем катарантусы это для нас северных людей это по типу иустомы не дождаться когда они зацветут ну что я вам показала свои томаты все нормально в этом году я уже говорила что я сажал их с использованием нового удобрения большой помидор и сделала только одну подкормку знаете чем гуматом 7 плюс вот такой вот в бочку просто у меня капельный полив вот рядом стоит бочка я в эту бочку растворила залила и с каплей все это попало все больше пока ничем не кормлю томаты выглядят очень хороши для какого там 7 июня смотрится великолепно потому что не только-только начало лета пройдем дальше посмотрим что тут на моем огороде бочки видите стоят затарены хорошим удобрением огурцы мне писали что очень часто у вас посажены огурцы ребят может быть для теплицы и часто для парника посажены то что надо выращивают так уж 30 лет поверьте мне без огурцов не бываем ну потому что закрываются они только в начале лета потом пленка заворачивается и растут они ну как бы на свежем воздухе без укрытия они будут сейчас подвязаны как я буду подвязывать и что делать я вам сниму поэтому ну вот может быть чистовато где-то через 30 сантиметров где-то через 40 а где-то через 20 ну вот так нормально развиваются они хорошенькие огурцы вот буквально на следующей неделе будет похолоднее и начну подвязывать клубника клубника еще только входит в фазу цветения еще не цветет в полном таком распуске ну что сказать клубника выглядит вот эти сами цветы очень крупные и такие же крупные цветоножки смотрите вот эти первые две гряды клубники третий год а вот эти две гряды я сажала прошлой осенью то есть это первогодка но так как хорошая была рассада и никогда не отличишь что этой клубники всего еще года нет обычно люди сажают усик и там несчастный усик даст одну-две ягодки дай бог и хорошо вот этим кустам еще нет года а посмотрите как они прекрасно выглядят очень мощные толстые цветоносы очень крупные цветы вот уже пошло завязывание подкормка была очень хорошая поэтому растения все мощные ну что это первый год я сама прям смотрю это первый год вот а это третий год клубника тоже вон какие вижу уже по листьям что крупные крупные цветы конечно клещик присутствовал обработку делала но сейчас уже не до обработки сейчас уже как будет после сбора урожая будем обрабатывать подкармливала гумиоми для клубники ну вернее там как написано да наверное для клубники и что то еще ну в принципе в принципе формула везде одинаковая гумиоми органа минерального удобрения и вторую подкормку делала из сброженной травы вот таких две подкормки но вот здесь на этой на этих двух грядках было очень много органики заложено сосенек при посадке поэтому в принципе первый раз я гумиоми на эти две грядки и не давала потому что здесь и так жирненькая гумиоми только использовала на двух этих а уж потом сброженной травой подкармливала все ну видно какой чеснок в клубнике как я говорю мощный это просто палки какие то вот это мой палец и чесночина просто очень мощные дубины чеснок очень любит росты в клубнике конечно ему там достаточно сыра много питания все то что он любит а здесь надо срочно вырывать потому что он это с прошлого года видно те чесночины которые обрываем необходимо конечно лопаточкой выкапывать чтобы не было вот таких чудес ну что картошечка начали уже окучивать не так жарко даже не можем вот сегодня окучили завтра еще докучиваем очень тяжело в жару заниматься грядочки уж показывать сегодня не буду там пока все в порядке не охота просто мне снимать этот укрывной материал все хорошо не все хорошо с вишней даже даже очень плохо все следующее видео будет о том как болеют вишни в садах я уже сняла это видео расскажу вам как я борюсь смородина очень крупная даже сама удивляюсь чего она так в этом году вроде как цвела не так уж и обильно как сейчас я пошла и посмотрела ягоду это не болеет куст шикарный вот черная смородина очень много ягод очень просто она вроде и растет и ягод столько много смотрите достаточно крупная не поднять не показать даже я просматриваю что как она себя чувствует нет для вредителей ну вот вроде все хорошо все кусты тву тву потому что ну не успеваешь глазом моргнуть и чп очередное чп вчера поливала лук морковку ну ставила поливалку сюда руками конечно я не поливаю вот бочка есть это так для подкормки не буду открывать ребята все тву тву пока хорошо все развивается и вот подкармливала кстати вот этот чеснок надо привязать срочно горох палки поставила но сегодня не успела чеснок видите немножечко желтит кончики ну теперь это уже не страшно потому что он шикарный кабачки с тыквами покажу уж развивается ну чего развивается очень хорошо кабачки там уже даже есть с бутонами которые скоро зацветут кукуруза кабачки вот видите начинают там кто-то поменьше есть кто-то побольше где-то уже видела здесь вот видите сейчас зацветут это наверное кавилле я так думаю пустоцвет можно и убрать вот все хорошо уже не укрываю ну жарко стоит там посмотрим как по погоде но если они будут цвести укрывать конечно не будем чтобы пчелки летали чтобы все опылялось вот так вот травку пололи пололи но она опять растет ну пока пока терпим пока терпим не полим вот 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 такие дела у меня на огороде вот так показываю вам в торце вот так развивается лук все нормально и то успевают залететь какие-нибудь вредители и я вот смотрю вчера вот такие всякие товарищи которые вот так вот могут ползать ну по типу как муха минер но так то терпимо конечно потому что мне мамочка моя звонила сказала луковая муха прям капитально им портит жизнь я вот и держу так чтобы мне никто не портил капусту я тоже закрыла вот укрытым материалом и слава богу что это сделала потому что капусту помните как я говорила ну не хочу сажать ни цветной ни брокколи но осталась рассада дай посажу и вот сюда с краю посадила была в бутылках бутылки только открыла ну вот такая печалька вот тут уже ничего нету и вот тут вот все капустная моль изуродовала всю капусту какая только может быть вот это все на выброс я уж такую терпеть не могу я обработала даже но не знаю вот висят эти червячки тут я не знаю что нужно делать какой химии тут химичить это просто какой-то ужас это вообще ну так вот сейчас на листьях не вижу все здесь было съедено а под укрытым материалом она вся чистенькая там никто не вредит вредит только фунтик потому что все равно туда залетает кто-то мухи например и он прыгает на этот укрытной тут уже мне листья все переломал типа вон все листья тут вчера вообще просто лежал листики поломал не знаю как отвадить теперь фунтика а так все хорошо вот такие дела в огороде видите как картошка быстро как стало тепло и как картошку вроде только и ограбила хоп-хоп картошечка уже поднялась вот такие дела у меня в огороде но уж коль показываю вам весь огород отчитываюсь поэтому и надо показать как идет развитие в огороде вот такая жарища поливает видите поливалка стоит туда-сюда крутится невозможно мы северные люди к такой жаре конечно же не привыкли вроде для растений хорошо когда поливаешь когда жарко они развиваются великолепно спасибо всем за внимание вы были на канале Светлана Логи Сад всего всем доброго